Веронике Дружининой 71 год. Зрение у женщины стало ухудшаться недавно, но стремительно. Диагноз поставили быстро – катаракта. Оперироваться предложили сразу. 1 марта катаракту Вероники Дружининой удалили. Операция, несмотря на сложность, длилась всего 10 минут. Но страх у пациентка натерпеться успела. Сегодня смеется. У страха глаза велики. Я, конечно, волновалась очень, но волнения были напрасные. Операция протекала безболезненно совершенно. Единственное, страшно было зайти в операционную, лечь на этот стол. Катаракта – единственная устранимая причина слепоты. Главное, как и при любом заболевании, подчеркивают врачи, вовремя обратиться к специалисту. В офтальмологическом отделении больницы Рыбаков за год оперируют около 2,5 тысяч пациентов. Более половины из них с катарактой. Почти все операции успешные. Канула в вечность, наверное, то мнение, когда говорили, что катаракта должна созреть. Это слово должно уйти из лексикона и врачей всех специальностей, и в том числе у пациентов. И пациенты в первую очередь должны знать, что их может ждать в возрасте, потому что это, в принципе, катаракты связаны с возрастом. Это возрастные заболевания. Катаракты, глоукомы и сейчас еще дистрофия сетчатки. Людмила Дагадова в офтальмологии работает почти полвека. На ее счету десятки тысяч вылеченных глаз. Сегодня она главный внештатный офтальмолог Дальневосточного федерального округа. Людмила Дагадова – одна из первых врачей на Дальнем Востоке, которая провела успешную операцию по установке искусственного хрусталика глаза. На сегодняшний день в Приморском крае, в принципе, есть все возможности прооперировать катаракту. Да, есть много частных компаний, которые рекламируют, предлагают свои услуги. Это на сегодняшней реалии нынешней жизни. Но есть и государственная медицина, которая абсолютно не хуже. Я считаю, что даже в некоторых ситуациях и лучше, потому что у нас пациент находится под наблюдением. Раз. Катаракта у нас оперируется бесплатно. Два. Сделать операцию по удалению катаракты можно по полису обязательного медицинского страхования. Необходимо только получить направление от своего участкового офтальмолога и пройти необходимые обследования. Как возрастное заболевание, катаракты часто сопровождаются сахарным диабетом, гипертонией или проблемами с сердцем. В таких случаях операцию могут сразу не назначить. Чтобы избежать осложнений, необходимо пролечить сопутствующие заболевания. Приходят нам в рабочие дни такие четверг, пятница и вторник с 8 до 12 часов. Сдают направление на ресепшн, их вызывают, проводят соответствующие обследования и потом предлагают, какая-то операция сейчас существует в вашем случае. Удаление катаракты – непростая операция. Однако дейспособным пациент становится уже через два часа. Но наблюдаться после этого, подчеркивают врачи, необходимо постоянно. Светлана Садовая, Юлия Барановская, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.